Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 14 июня 2017 года среда, по одному из старинных 24-й день месяца ветров 7525 лета осьмится. Стрессы и как их избежать? Работа над восприятием информации. Вот такой у нас будет эфир, посвященный вот такой теме. Автор-сказитель, хорошо вам уже знакомый Александр Жарков. Здравия тебе, Александр! Доброе здравия всем, уважаемые слушатели, уважаемый ведущий. Сегодня я хотел бы рассказать такую животрепещущую тему, которая, я думаю, для всех актуальна. Каждый день мы с ней сталкиваемся. И я искренне надеюсь передать сегодня технологии, которые помогут простым вообще, без особого усилия, действиями, которые могут, во-первых, избавиться от тех стрессов и жизненных ситуаций, которые у нас есть, а далее гармонизировать нашу жизнь максимально, сколько это можно. Это как, есть такой анекдот забавный, я не знаю, может кто-то помнит или знает, когда зачем спрашивать, как у тебя дела, если мы живём с тобой в одной стране. Вот, ну приблизительно. Поэтому мы попробуем поломать этот стереотик сегодня и сделать так, что в любой ситуации можно найти решение. И именно это я сегодня хочу поведать. Хорошо. На самом деле, если это случится, я буду рад за наших радиослушателей, которые получат возможность избежать многих проблем, связанных со стрессами, со своим здоровьем, которые из-за стрессов происходят, ну и вообще качество жизни улучшат. Пожалуйста, предлагаю тебе уже начать тему. Да, благодарю. Ну самое первое, то, что очень важно, с чего мы сталкиваемся, и об этом говорят и в психологии, и в эзотерике, в энергетике, то есть нужно провести анализ, откуда уйдут стрессы. То есть стрессы — это любая ситуация, которая выходит за пределки, за рамки нашего восприятия. Есть древняя буддистская такая мудрость. Если вы не можете решить проблему, не нужно в неё браться. А если вы её можете решить, так зачем переживать? То есть элементарно нужно быть в спокойствии, в гармонии, в состоянии благости. И самое первое, с чего я рекомендую начать, перед тем, как углубляться в эту тематику, вы просто проанализируйте, откуда у вас стрессы. Посмотрите, возьмите листик, выпишите, это родные, это близкие, это окружение. То есть проведите анализ просто даже на каждого. Напишите всех людей, с которыми вы общаетесь, и опишите пятью словами, что вызывают у вас эти люди. То есть если у вас какое-то отторжение, или вы чувствуете, что человек у вас не с того, не с сего, вампирит энергию при общении с этим человеком, вы получаете какой-то негативный опыт или негативное состояние, то, естественно, находясь в поле или в общении, или ведении каких-то переговоров, вам будет очень тяжело. То есть подсознательно вы идёте уже либо избежать. Поэтому самый первый главный момент, который вам нужно для того, чтобы избавиться от стресса, это поменять свой образ мышления, порасширить своё сознание. Когда вы меняетесь, тогда меняется у вас пространство, тогда меняется окружение, тогда меняются сферы деятельности, тогда вы просто не будете попадать в эти стрессы. Вы знаете, как вот такой тоже древний, древняя такая пословица, когда три монаха встречаются и говорят, первый говорит, вот я вчера увидел там людей, бирали, я заступился к тому, а он говорит, ну, точно, я тоже вот ходил, видел драйв, но я с силой слова сказал, и люди перестали драться. А третьим она говорит, слушайте, а где вы ходите? Я сколько рахожу, никаких драк, ничего не вижу. То есть в первую очередь вы по закону притяжения не будете встречать стрессы в своей жизни. То есть вы как позитивный человек будете культивировать такое понятие, даже вот есть такое древнее писание Велесова книга, возможно, кто-то слышал, читал, а не, ну, сродняясь как бы древними писаниями. И там очень есть замечательное слово такое по переводам, есть четыре разных типа перевода от древнего сказания, но в одном из переводей есть такое понятие, как радийство. То есть вот в украинском языке это слово от слова радость, то есть радоваться, ну и в русском в том числе. Это означает состояние позитивного мышления. И там рассказывается Велесова книга о том, что при позитивном мышлении, при состоянии радийства не существует у человека стрессов. Ну его нету просто. То есть человек, который радуется, он рад, себя солнышко впитывает, и он находится в состоянии счастья, то есть в совместном участии с творцом данный час, то ему незачем как бы притягивать стресс, и они не цепляют. Как только вы проанализировали полностью все свое окружение, вы начинаете, возможно, там ненужные контакты почистите, ненужные вещи поудаляете. Ну просто бывает так, люди приходят, они там смотрят, им там дом не нравится, квартира не нравится, вещи не нравятся. Ну так выкиньте, поменяйте, переедьте. То есть и сразу же начинается обстоятельство, вы себе пытаетесь найти оправдание, у меня там дом не получается, еще что-то не получается. Это все оправдание. Поэтому второй фактор, с которым мы столкнемся, это методики восприятия информации и конструирования, обучения, разработки, системы обучения самих себя. Ну то есть чтобы мы просто, либо если мы действительно ничего поменять не можем, ну не можем мы поменять родителей, или не можем мы поменять там мужа, жену, ну тяжело очень, по крайней мере, скажем. То есть мы будем учиться программировать реальность, мы будем учиться непосредственно работать с сменой восприятия. То есть, возможно, мы сталкиваемся с теми вещами, которые нам были неизвестны. То есть самый важный момент — научиться сейчас в стрессе, в любом стрессе, поскольку по факту это всего лишь энергетика, которая имеет заряд плюс или заряд минус. И на тонком плане наше уже сознание интерпретирует это как правдивая информация или неправдивая информация. То есть человек, который правдивый, информация, которая правдивая, у нас появляется сильная боль от осознавания своей неправоты. Ну как это там стресс, нас обидели, на самом деле всё правильно сделали. Это ситуация, которая может вызвать у нас депрессию. То есть она из-за того, что несоответствие желаемого, то вы не получили то, что хотели. Вы получили стресс. Есть ситуация, когда вы не ошибаетесь. Это недолгое огорчение. Ну как бы я вроде не ошибся, всё сделал правильно, но может и я и ошибся. То есть с радостью, с пониманием вы понимаете, что ошибка в голове могла пробыть намного дольше, если бы не было обнаружено. То есть если вы её определили, вы поняли, что на самом деле это просто из-за незнания я достиг той или иной ситуации. Поэтому очень важный момент, который мы сталкиваемся, мы проанализируем, почему, откуда у нас идут эти стрессы. И первое, с чем мы сталкиваемся, это такое понятие, как карма. Ну я думаю, все уже слышали, в славянской у нас в древности это называется карна, богиня карна, богиня. Это, как говорится, наших долговых контрактов, в которые мы взаимодействуем с теми или иными людьми. То есть если бы сделали кому-то плохое, то в будущем нам это надо отработать, эту энергетику для того, чтобы был баланс. Но если мы сделали хорошее, то оно потом будет притягивать, естественно, хорошее. Так вот важный момент, с которым мы сталкиваемся, в большинстве случаев в стрессовой ситуации они сталкиваются для того, чтобы, во-первых, нас чему-то научить, а во-вторых, они учат нас помогать отработать кармические контракты. То есть если вы кого-то обидели, вы, естественно, будете создавать негативную вибрацию, вокруг вас будут создаваться ситуации, которые вам будут обучать. То есть быстренько пройдемся, какие виды кармы бывают. То есть мгновенная карма, это если вы нарушили какие-то космические законы, мироздание, ну не соблюли там, нарушение закона свободы воли, то есть вы кого-то принизили в воле, не говоря уже о жизни и всего возможного проявления ее. Это означает, что вы создаете негативные вибрации, а мы знаем, у нас есть состояние вибрации мышления, альфа, бета, гамма, дельта, дельта, ритмы, и автоматически на подсознании, психосоматически вы сами себе начинаете наказывать и винить. Даже если вы какой-то, ну кто-то это делает осознанно, неосознанно, независимо от того, вы получаете мгновенный результат по карме. То есть либо пространство начинает у вас меняться, либо вы начинаете болеть и корить себя, то есть это автоматическая карма. Есть еще карма в отношениях. То есть мы получаем стрессовые ситуации в большинстве, особенно у нас сейчас фиксируется из-за этого институт семьи, страдает, потому что он отсутствует. Как говорится, очень много разводов, очень много, в том числе и здорового образа жизни. И как следствие, это кармические отношения, кармический брак, и вы с прошлой жизни или параллельно с этим в жизни у вас есть какие-то непроработанные сценарии, обиды, в первую очередь, на своих партнеров с прошлого или партнерши, или у вас в первую очередь вы прорабатываете это через эти стрессы. То есть вы то же самое получаете, что вы когда-то делали для другого человека. Поэтому очень важно узнать, определить, откуда вы, если у вас чисто искренняя любовь, у вас не будут вызывать эти обстоятельства, а вот как будто вы встретились в отношениях, как будто человека видели сто лет, и вы его встречаетесь, вы развиваетесь. Вроде всё нормально, но очень быстро, а потом у вас начинаются проблемы, с которых вы уже не знаете, куда деться. И в этом случае карма может быть сожжена осознанием или раскаянием. То есть если вы раскаиваетесь, вы видите, всё-всё-всё-всё, я понимаю, я признаю, я сам когда-то или сам сделал плохо, или кого-то обидел, или кому-то реально навредил, я реально признаю, я готов работать над этим, я буду осознаваться. В том числе можно сделать это отработкой. То есть вы помочь человеку должны, то, что он хочет, или даже принизить своё эго, выключить его, и понять, что от этого лучше и мир не станет. То есть вы притянули эту ситуацию по закону притяжения. То есть для чего-то это вам нужно. Ваша задача определить, есть специальные регрессии, такое понятие, есть специальные гипнотерапевты, регрессологи, сейчас это модно, популярно. Или вы сами можете погрузиться и попробовать понять, сесть, выключить свой внутренний диалог, выкинуть все мысли, можно дыхательные практики. Вот можно сесть так вот, это, кстати, очень эффективно, делать дыхание. Просто мы сегодня об этом ещё будем говорить. Подышать и задать вопрос, что, почему я сделал этому человеку плохо, почему он мне позволил попасть в ситуацию, в которой есть стресс. Не говоря уже о том, если помните лекцию о астральных паразитах, которую я рассказывал, в большинстве случаев на тонком плане уже проявляются действия астральных сущностей, которые потом нас приводят к состоянию стресса. То есть они могут нам дать определённые такие же курвы или лярвы, которые создают это состояние, и мы уже попадаем в стресс как следствие. Но всё корень от мышления. И поэтому бывает такое, мы просто-напросто из прошлого тянем вот эту вереницу, ленту, как говорится, кармических долгов. Мало того, нумерологи и астрологи, если вы поинтересуетесь, и в интернете очень много бесплатных программ, которые помогают посчитать вашу астрологическую карту, то там можно даже увидеть ваши термические долги на эту жизнь. И там можно увидеть, образно говоря, в какой период жизни у вас будут какие стрессы, с чем они связаны, будь то там в личной жизни, будь то в финансах, и ещё в чём-то. То же самое мы сталкиваемся, и можем, знаете, вы можете обратиться к любому хироманту, или в интернете почитать основы хиромантии, и абсолютно бесплатно научиться увидеть, где у вас там разломы, линии, отхождения, там будут те у вас на том или ином уровне и стрессовые ситуации, начиная от здоровья, и оканчивая всем остальным. Но мы будем смещать далее. Следующий, очень основополагающий фактор, я считаю, он, как говорится, движущая сила стресса, это наши родовые проблемы, наша родовая карма. К сожалению большому мы все позабывали задачи рода, мы забыли вообще, что такое род, мы просто воспринимаем наших родителей, на самом деле это целая энергетическая структура, у нас есть гены отца и матери, а внутри отца и матери и их отец, мать, ну и так далее. То есть если бы мы нарисовали в первую очередь, это, как говорится, следующий такой этап, который поможет нам бороться со стрессами, и сейчас все поймут, наверное, о чем я говорю. Когда вы вот просто возьмете, нарисуете генеалогическое древо, сверху вы, слева мама, справа папа, я настоятельно рекомендую всем нарисовать, просто даже там на латмане, тех, кого помните, тех, кого не помните, хотя бы просто кружочками нарисуйте, вы автоматически, ваше подсознание все равно помните, вы просто не можете сознанием интерпретировать тех или иных ваших родственников, потому что оно блокирует, ум блокирует, ну это как это я возьму и вспомню, ну тяжело это воспринять. Но если посидеть, позаниматься, то вы можете найти, и думаю, есть специальные сайты, которые восстанавливают родовые грехи, и можно найти не только родственников. Так вот, первый момент, который нужно понять, что у нас в генетике есть родовые программы, ну такие, как хорошие пути, потому что мы имеем генетическую внешность от родителей, в том числе и мы берем их привычки, несмотря на тот характер, который нас зависит от нашего воспитания, когда нас воспитывали, но характер мы берем от родителей, как и хорошее, так и плохое. И частично, когда он формируется, этот характер, вот эти вот привычки, ихние, они влияют. Ну самое распространенное, я думаю, все об этом слышали и знают, это генетическая предрасположенность к алкоголизму, к курению, ну и там всевозможным распутным образом жизни. И оно тянется из поколения в поколение. И следующим фактором, который влияет на наш стресс, теперь внимание, все сейчас поймут, это генетическая обусловленность. Что это означает? Вы общаетесь с мужем, женой или там с подчиненным сотрудником на работе, и у вас появляется внутреннее отторжение. Вот просто вы начинаете попасть в какой-то стресс. И вам не важно, кто прав, тут сейчас не имеет никакого значения. В первую очередь, вы должны задать себе вопрос, это вы отвечаете или не вы. Вы, как сознательное существо, должны понять, что во время стресса вы получаете психосоматический удар сами себе, потому что происходит злиться, злить себя, то есть вы злитесь. У вас, не важно, даже если вас во время стресса пугают или вас обижают, вы находитесь в состоянии принятия этой информации. То есть если вы принимаете, то стресс находится у вас. Если вы не принимаете, то он остается у того, кто вам принес этот стресс, как говорил Будда. То есть нужно понять, наши предки, наши родные боги, высшие силы, они всегда старались понимать, что любой урок, любой мастер, он моделирует ситуацию. Любой урок, это просто опыт. И мы должны либо принимать этот опыт, либо не принимать, моделировать его. Потому что, если он на эту жизнь уже притянулся, а мы программируем свою жизнь на 40 дней вперед, наше высшее я, и тем не менее, еще высшие силы, ну как говорится, когда мы приходили в эту жизнь, мы сами ее смоделировали, как говорится, они судьбу все соткали, то таким образом у нас происходит более глубинное понимание, когда мы отвечаем, мы не можем себе создать стресс. В этот момент у нас клеточки все сжимаются, вода у нас в организме становится некрасивой, посмотрите фильм «Вода». я думаю, все об этом понимают. Вы представляете себе, то есть вы сами себе добровольно делаете негатив, ну разрушение, какой бы нормальный здравомыслящий человек бы это сделал, но мы это делаем во время стресса. На самом деле это делаем не мы, потому что в крови течет эта информация, и мы себя блокируем, потому что у нас нету естественного процесса осознанности, и наши предки, когда воспитывали детей, вот почему был фактор от 8 до 12 лет формирования характера, и потом уже проходил процесс именно лечения. В этот момент ребенок осознавал свою идентичность, осознавал свою специализацию, осознавал зачем он здесь. То есть его задача была максимально проработать генетический аппарат от родителей, чтобы не быть зависимым и взять самое лучшее. Даже буквицы у нас есть такие, которые отвечают взять наследие предков, взять самое лучшее, оставить худшее, взять самое лучшее, доработать это. Улучшение постоянно происходило. И на уровне языка, на уровне слов и смысла это есть. Ну, как бы я не буду рассказывать о буквице, очень много вебинаров, семинаров и эфиров было, кто захочет послушать, почитает и обучится этому, то в данном случае мы должны понять, что когда мы чувствуем такой негодив, нужно остановиться и сказать «Я не мама, мама не я, я не отец, отец не я, а может быть это глупо звучит, но вы выключаете эти программы». Возможно, кто-то себе хотел быть каким-то кумиром, говорит «Я хочу быть похожим на футболиста или на какого-то бизнесмена». Вы автоматически копируете его программы. Только иногда хорошие программы мы не умеем интерпретировать, раскопировать их, а мы берем плохие. И эти программы, они на нас влияют очень сильно. И такой момент, когда вы выключаетесь, вот на секунду вы ставили себе программу своему сознанию, вы больше отвечаете уже от себя. Вы посмотрите со стороны, сделайте шаг назад. Перед тем, как отвечать, перед тем, как входить в ссору, подумайте, вообще нужно вам это или нет. Ну, следующее, естественно, страхи, и бывают страхи обусловленные, когда мы попадаем в непонятные ситуации для нас и стрессовые ситуации, которые, ну, просто не понимаешь, почему не везет, не фаркит, как говорится, удачи нету, неудача. Поэтому это обычно обусловлено из прошлых жизней. То есть вы не раскрыли талант, вас надо было чему-то научиться, а вы не научились, вам через страдания вы идете там или вас в музыкальную школу отправляют либо на нелюбимую работу или еще чего-то. То есть вот эти вот все моменты, потенциал здоровья, потенциал богатства, нарабатанный опыт души, возраст души, все эти допущенные ошибки с прошлого, они тянутся. Если вы их не отработали, естественно, как следствие, у вас будут стрессы, скандалы, ссоры, переживания. То есть вы динамично пытаетесь накопить опыт. Этот энергобин происходит динамично. То есть если бы вы с любовью подошли к этим вопросам и осознали, как это сделать? Ну я уже сказал, по поводу родовой системы, помимо нарисования генеалогического древа, самое простое, что вы можете, это нарисовать и промолиться за рот. То есть вы берете родовые молитвы, их очень много и в интернете, можете сами написать, универсальные. Они помогают удалить эти родовые контракты. То есть если там был алкоголизм, или еще какие-то программы, которые на вас влияли, нерушительность, бедность, ну очень много программ, в том числе может кто-то кого-то проклинал в роду или там изгнан был из рода, то естественно как следствие мы получаем эти программы, которые вас потихонечку разрушают. Или они могут скрыться через какое-то время. Наступает момент, и вы как по будильнику, и они там вы 30 лет или 40 или 50 лет жили, а потом хоп, и оно все включилось. Все-таки думаете, о, как это все было хорошо, потом я как будто кто-то взлазил. Это просто водовая программа включилась. И когда вы промолитесь 40 дней без перерыва, вы перемоделируете свое пространство и поудаляете это. Соответственно, и стрессы потом в будущем они не будут влиять на вас. Ну и следующее это в текущем воплощении, если вы не восприняли задачи, то есть вы сами ставили себе обещания. Ну, к примеру, у нас есть такое понятие, как один из космических законов, если помните лекцию о законах космических нашей жизни непосредственно, то там такой закон завершенности. То есть представьте себе, что вы там кому-то бывшей девушке парню или там кому-то пообещали, что вы будете счастливы и сделаете или поедете куда-то, а вы это не выполнили. Энергия выделилась на тонком плане, и у вас в будущем не получается, вы не можете переехать, не можете найти работу, не можете найти отношения, но тех пор, пока вы не откажетесь от своих слов, либо не выполните их, либо во сне, либо в мыслях, фантазии, либо на физическом уровне, эта энергия зависла, отсюда у вас стресс, и вы уже там начинаете от нервов, начинаете курить, пить, пытаетесь искусственно выйти в состояние, в котором вы пытаетесь защититься. Ну, защититься, вы не хотите видеть эту реальность, вы не хотите подсознательно принимать, что вы либо должны выполнить обещание, либо отказаться от обещания, либо признать, что вы просто ошиблись. Это надо просто взять и признать, убрать свое эго, сказать, ну да, ну ошибся, не могу выполнить, или я выполню, я забыл. Можно самое простое обратиться и сказать всем, кому я должен в течение 7 дней, пусть появятся в моей жизни. И эти люди начнут появляться, проявлять, как бы, это все нужно отработать, иначе у нас будут стрессы. Проблема ожирения это одно из основополагающих факторов, люди, которые занимаются психосоматикой, не знают. То есть стрессы, когда человек видит внешнюю среду или внутреннюю себя ест, он понимает, что внешняя среда, она враждебна. И он посылает импульсы своему организму, и у него начинает слепаться его, как говорится, клеточная структура, жировые формируются отложения, чисто потому, что вы искусственно для организма говорите, я буду защищаться от внешнего мира, потому что он опасен. И автоматически у вас появляется стресс, излишний вес, а потом уже избыточная зашлакованность организма приводит ко всевозможным видам болезней, в том числе и онкологии. Поэтому и этот стресс, он тоже известен. Многие говорят, онкология — это 8 видов страха. Это злость, ненависть, гнев, переживание, обида, апатия, депрессия, невысказанность. То есть это всё формируется, изначально наших мыслей. Естественно, в дальнейшем стресс влияет уровень развития. То есть если вы идёте не по предназначению, идёте на нелюбимой работе, нелюбимом хобби, нелюбимым женщинам, муж, непонятно, кто нелюбимый, вы, естественно, создаёте стресс. Для этого нужно сесть, написать, провести аудит. Дорогой или дорогая, или кто там. То есть положительные качества этой ситуации, любой стрессовой ситуации, отрицательные качества этой ситуации, чего вы хотите от этой ситуации, что вы для этого сделали, реально, чтобы побороть этот стресс. Многие говорят, ну я пробовал, ну недостаточно, и вы складываете это всё на самотёк. На самом деле просто нужно позаниматься и довести до какого-то логического заключения. Потому что если вы будете запрашивать пространство, высшие силы, ангелы, ваши наставники всегда дадут вам подсказку. Всегда придёт либо тренер, либо мастер, либо на курсы вас отправит, либо вас друг придёт и скажет вам нужную фразу, либо вы включите интернет и найдёте статью, там будет она мигать, блымать, или кто-то вам её просто скинет, которую вам нужно почитать, и вы поймёте, что вам нужен этот ответ, и вы получите на него. Поэтому, естественно, эти стрессовые ситуации можно поубирать. Возможно, вы себе поставили установку, там, я не заслуживаю быть богатым, я не заслуживаю быть счастливым, я не заслуживаю или там, вот те все там денег накрали, вот они такие молодцы, а я не могу накрать. Ну, поставили себе установку, заблокировали себе канал богатого. Автоматически у вас нету финансового потока, автоматически на энергетическом плане у вас блок, естественно, как стресс, нету денег, нету возможности, нету всей возможности купить там дом, машину, квартиру, дачу, что-то. Ну, и как следствие, у вас там проблемы с женой, с мужем, с детьми, ну, и так далее. То есть, максимально, когда мы открыты ко всему новому, к всему, всему, то, что позволяет нас быть счастливыми, понимаем, что это все жизненное обучение, все то, что происходит, это запрос наш, нам нужно принять это. Очень хорошо в фильме «Секрет» об этом рассказываем. То есть, первое, вот так, чтобы подытожить как бы тему кармы, то, что нам нужно, как поработать нам и побороться с негативом, тот, который идет уже фактического стресса. То есть, изменить непосредственно язык, ну, восприятие этого. То есть, постарайтесь почаще улыбаться, ну, как бы ситуация невозможна ее решить. Ну, так улыбнитесь, как бы, ну, ой, елки-палки, опять эта проблема, или да, что ты там рассказываешь, ну, все плохо, ой, там, курс валюты упал, ну, что ж поделать, он всегда падает. Ну, посмейтесь с этого, просто посмейтесь с этого. Это очень важно, мало того, любые стрессы делают зажимы в теле, и потом у нас из-за психосоматики проблемы с копчиком, как говорится, начало родовых проблем и основы, ну, и с шеей, потому что у нас все и сутулимся, и стрессовые ситуации приводят нам к блокировкам нашего канала, который на горловой чакре, или чаре, так говорится. И автоматически у нас происходят эти процессы. Это расправьтесь, выпрямьтесь, будьте гордыми за себя, за душевые, хорошая, красивая, радостная личность, научите всех и каждого показывать свою красоту и радость, и других вдохновляйте, будьте светочами, несите свето-любой, таким образом другие посмотрят, что-то, если он радуется, то я могу радоваться, вы вспомните, что-то хорошее. Следующее, обсудите любую проблему с близкими друзьями. Ну, у нас, как говорится, там, во всем мире развито к психологам обращаться, а у нас самый лучший психолог это друг, подруга. Это нормальная практика, главное только, чтобы собираться безалкогольных последствий. Если это делать искренне и выговариваться, только не перекидывать, знаете, как, вот очень модно слить на друга или подругу, все. Нет, вы просто попробуйте услышать совет. Если вы даете, кстати, это закон помощи, кто помнит, если даете совет человеку, а человек просто ничего не готов сделать или ничего не делает, а просто просит за вас это сделать, то не надо такому человеку помогать. Вы знаете, вот вы звоните, человеку все время жалуют. Он вас уже воспринимает, как вы постоянно человеку проблема. Поэтому тоже ничего хорошего это не принесет. Постарайтесь каждый раз приходить и смотреть, как действительно, какие полезные цветы, почему вы туда попадаете. Тем более, как мы помним, закон зеркала и все отражение наше пространство. Если что-то вас беспокоит, значит, это вас задело, значит, это и есть вас. Вот придет вам человек, скажет, вы вор, ну, или, к примеру, там по улице, пройдите, скажите, эй, вор, посмотрите, кто обернется, кто не обернется. Есть даже такое выражение, на вору шапка горит. То есть, если это вас не касается, но лучше будете оборачиваться, вы что, вор? Нет, вы даже не обратите на это внимание. То есть, следующее, это затормозите свои мысли, попробуйте не думать ни о чем, просто расслабьтесь. Поймите правильно, насладитесь тем положительным, хорошим, то, что есть. Можно вспомнить прошлое, хорошие какие-то моменты, это тоже поможет. Ну, есть очень много разных методов, типа, там, третия стресса, арт-терапия, прогулки на воздухе, потому что, самое элементарное, природа, живые существа и духи местности, они помогают. Придите, обнимите дерево, посидите на лужахе, скажите, там, лес, дерево, помогите мне, просто расслабьте меня. Как бы это смешно или странно не звучало, деревья, это уже научно доказано, деревья слышат, слушают, имеют память. Если деревья увидят, что могут вам помочь, они энергетически выровняют ваш эфир и рассеют ваш астрал, астральное, эмоциональное состояние, вы просто-напросто не будете иметь этих мыслей. Кто был на природе с проблемами, выходил с леса, я думаю, в большинстве случаев всегда они как-то улетучиваются. Ну, и, понятно, делать список благодарностей. Когда вы начинаете писать благодарность на 1, 2, 3, 15-го, то тогда намного легче происходит. То есть в любом стрессе мы вспоминаем есть такой метод универсальный, метод тяжа. То есть надо понять, что любая ситуация, она, во-первых, повлияла от появления действий, и какое-то действие вас привлекло к появлению стресса. Второе мысление, то есть вы начинаете думать, мыслите, почему эта ситуация у вас продолжается, и чувства. Сумма этого всего, этих три единства, как говорится, три лисника или три главы или дух душа высшая создаёт эту проблему. То есть ваша задача просто сесть и подумать, а почему я вообще об этой сейчас проблеме думаю, или что она меня до сих пор волнует. Просто там есть энергия, вы её оставили во время стресса, и вы, естественно, она вас продолжает мучить. И поэтому следующую практику, которую я рекомендую делать, некоторые могут дышать 7 раз. Вот вы начинаете дыхание и в Японии, есть такой метод, он, в принципе, есть в основах славянских практик Белояр, может кто-то знает, Ачи, Цигун, кто-то практиковал. Это дыхательные упражнения. Когда вы берёте, делаете глубокий вдох и руки поднимаете к солнышку, к небу. Вы поднимаете и делаете полный выдох. И так мы делаем там 7 раз. И абсолютно все эти стрессы уходят в литву чуть-чуть. Если у вас укорелился этот стресс, ну, негативный, вот он такой сильный, конкретный, жёсткая ситуация, у нас есть правило. 21 день, если мы делаем одно и то же действие, оно приходит у нас в привычку. Или 144 раза повторяем. Ну, к примеру, там у нас есть негативный опыт, мы говорим, всё положительно, всё хорошо, я там счастливый, я довольный, я счастливый. Мы программируем себя и запускаем эти процессы. Ну и самая важная практика, которую я хочу дать, это то, что представьте себе какую-то сейчас любую стрессовую ситуацию. Ну, прямо сейчас давайте зрителям проведём такой маленький мастер-класс. Вот возьмём сейчас негативную ситуацию, любую, вот представили? У вас обычно любая негативная ситуация, она имеет мышечную память, она где-то крепится, энергетически у вас будет сдавливать какой-то орган, сердце, живот, не важно что, то есть это горло, может быть. Представьте себе, там какой-то комок, может даже кто-то видит энергию, может увидеть этот комок, склугу-склугу, склугу, стак энергии. А теперь представьте себе, что вы начинаете вытягивать этот, ну, как будто разматывать клубочек такой с ниточками, и вы разматываете тёмную эту энергию, вытаскиваете её из себя. Вот так вот, тянете, 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 ну, по максимуму вытаскиваете, чтобы она вас не мешала, эта энергия. Вытягиваете. И говорите, благодарю мой страх, моя фобия за то, что ты был или была в моей жизни. Отныне я больше в тебе не нуждаюсь. Можно прямо сейчас проговорить это. Я благодарю за то, что на тот момент ты мне помогала, спасала, чему-то научила. Я осознаю, я принимаю этот урок, опыт. Отныне я больше в тебе не нуждаюсь. Я наполняю это место светом и любовью. И представляем, как золотой свет, такой золотой, можно золото-зелёный, можно золото-розовый, может, все цветами радуги. Представляете, что заполняет то место, у которого был этот страх, эта тёмная энергия. И говорим, благодарю, я знаю, что Вселенная, пространство, род, высшие силы, ангелы-хранители, леги помогут всегда и сделают всё так, для того, чтобы в жизни у меня были положительные ситуации и только положительный опыт. Да будет так, но то моя воля. Если вы сделали всё правильно, то этот страх уйдёт. Если какие-то более серьёзные психосоматические травмы, типа насилие или автомобильные катастрофы, ещё какие-то катастрофы, там, конечно, уже глубинная память, с которой нужно работать и погружать в состояние гипнотерапевта, могут работать или в состоянии, когда у кого-то, возможно, там, какая-то первоутробная травма и вам нужно делать практику перепросмотра или практику перерождения, когда вам надо просто начать вспомнить. Ну, есть такие специальные практики, можно в интернете посмотреть, можно обратиться в специальные мастера, которые проводят холотропное дыхание, интенсивное дыхание. Вы погружаетесь своим сознанием в опыт, когда вы рождались. Если у вас были какие-то родовые дефекты или родовые проблемы, вы через перепроживание этой ситуации её отпускаете. Когда вы поняли, что, ну, как бы это уже ситуация на своей стороне, она вас уже не интересует. То есть, ваша задача проанализировать эту информацию, погрузиться в неё и отпустить. И отпустить просто. Попросите прощения у всех тех людей и поблагодарите их за тот опыт, за те стрессовые ситуации. Даже если вас очень человек сильно обидел, он создал вам негатив. Просто поблагодарите его и скажите, всё, благодарю. Больше я с тобой дело иметь не буду. Я в сердцах. Пошлите ему любовь. Мысленно представьте золотую восьмерочку между вами, этим человеком. Она трансформирует любовь. Не будет никакого негатива, будет чистый, позитив. Чистая. Вот ваша задача в любой стрессовой ситуации правильно определить информацию, откуда это. Ну, вы думаете, что достаточно. То есть вы смотрите, как говорится, на объект. Ну, я же прав, или я не прав. На самом деле, в любой информации нет правых или не правых. И знаете, такое выражение, не было бы счастья, да не счастье помогло. Поэтому, когда мы говорим, нет ни хорошего, ни плохого, есть ещё среднее пограничное между чёрным и белым значки, есть такая линия, это тут среднее пограничное состояние, это называется «да нет, наверное». То есть, возможно, вы и правы, возможно, вы и не правы. Среднее значение. И вот самое важное, когда вы приучите себя утром, просыпаетесь, благодарите день, высшие силы, начните планировать. Начните планировать свою жизнь. Человек, который планирует позитив, он по определению понимает, что если что-то, что вышло за пределы его того плана, это либо карма с его прошлого, либо его какой-то жизненный урок. И все успешные люди, второе качество, они учатся на этом. Они берут и культивируют себе привычку брать ответственность за всё то, что в их жизни происходит. Это же не с кем-то, это с конкретным человеком, с вами. И любая ситуация стрессовая, вам надо понять, может, вы ходите не там или живёте не в том районе и потом думаете, что у вас там всё время плохо. Переедьте с этого района, перейдите в лес, переедите ещё куда-то. У вас появляется привычка не замечать препятствия. Вас не будет это трогать, вас не будет это волновать. У вас всегда появится привычка решать задачи. И жизненный человек, который имеет положительные установки, тенденции, у него появится привычка делать всё вовремя. Автоматически у вас проявляется правильное целеполагание, которое формирует и культивирует у вас борьбу со страхами. То есть вы определяете в жизни цель, которая должна быть измерима. Вы сосредоточены на цели в жизни и в вашей зоне вашего комфорта. У вас невозможно вас получить стресс, если у вас есть цель, и вы знаете, что вы рано или поздно до неё дойдёте. Вы визуализируете, вы представляете, вы мечтаете. У вас есть конкретное время, что вы знаете. Даже если эта ситуация пришла, или вы просрочили, вы кому-то обещали и не выполнили, вы должны понять, что цель не должна противоречить потребностям вашим, личным. То есть вы никого не должны этой ситуацией принизить. То есть цель должна быть позитивно сформулирована, и вы должны до неё дойти. То есть чем больше вы будете активны и интересны для себя, то есть занимайтесь физическим телом, занимайтесь планированием, правильное питание, пытайтесь, старайтесь развивать своё сознание. То есть у вас на всех уровнях будут прорабатываться все эти тонкости, у вас не будет психосоматики. Ну вот просто самая простая психосоматика, ну как бы вот в чём она проявляется? К примеру, по ногам, если у вас есть проблемы с ногами какие-то. Обычно, то есть по психосоматике это страх потерять опору, нехватка устойчивости, стабильности, уверенность в мире. Если у вас с тазобедренными какие-то проблемы, то есть это страх в сексуальной сфере, кисти рук, это страх общения, страх людей. Ну понятно, это правое мужское, левое женское. То есть живот это вообще распространённое в большинство от страх за жизнь перед мимой или реальной угрозой, постоянное насторожение, постоянно все что-то за программирование. С желчным вообще у многих проблемы это определённая стыдливость, страх ответственности, страх быть отвергнутым, страх соответствовать социальным каким-то ожиданиям, когда вы понимаете, что вы не соответствуете этому. Поясница у многих это проблема от страха финансовой потери, страх остаться без денег. И у всех это проблема, потому что на пределе бедности большинство живёт. То есть эти надо прорабатывать, не говоря уже руки и там это контролировать, контактировать с миром. Грудной отдел мы отсутствие поддержки, когда мы понимаем и грудная клетка это страх одиночества, страх быть отверженным как личность. Вы понимаете, что вы чего-то недостойны, у вас какая-то вы неполноценная личность. Я уже говорил, шея у нас это страх проявлять и выражать свои чувства, вот это творческое проявление. И вообще весь шейный отдел, который является, это страх ошибаться и желание меняться. То там те же плечи, к примеру, оказаться быть слабым, то есть вы не хотите брать поддержку и вы боитесь, что вы не справитесь с ответственностью. Ну и последнее, конечно, это глаза, это страх с реальностью, это страх нежелания видеть правду, такой, какая она есть, тот мир, какой он есть. Ну, понятно, лицо, потерять лицо, голова, и тому подобное. То есть ваша задача старайтесь взять основные такие, как говорится, факторы, которые влияют на стресс. Первое, для кого-то может быть это не новость, но я просто проговорю. Если вы сидите в интернете без дела, рано или поздно вы потеряете время, потеряете и не заработаете, и не научитесь, у вас будут проблемы, и вы увидите кучу ненужной информации. Телефон без надобности, если вы ходите и играете в игрушки, в том числе и телевизор туда же, вы просто тратите время как следствие, потом не развиваете свои способности, не развиваете свою душу, не развиваете свою карьеру, потом у вас будут проблемы. Ну и, как говорится, апатия, депрессия, болезнь, То есть защита от идиота, сам организм включает вам апатию, что вы что-то не то делаете, не по предназначению идете. И поэтому у вас могут быть мысли без цели, то есть вы бездумно думаете. Ну и не говоря уже о том, что если вы читаете СМИ, без надобности, бессмысленно, просто смотрите радиостатистики, читайте какие-то новостные сайты, оно проходит. То есть старайтесь во всем видеть в обучении, то есть интернет в обучении, телефон по необходимости, общайтесь с нужными людьми, которые вас развивают. Мыслите о цели вашей, о вашей мечте, о том, куда вы идете. Ну и понятное дело, это читайте положительные книги. То есть нужно понять, вот сейчас я такую вещь скажу, для кого-то это новость, для кого-то это не новость. Большинство людей долгое время думали, что замечательная формула, есть такая ЕМЦ квадрат. Ну я думаю, все, кто учил физику, тот помнит. На самом деле это не так, на самом деле масса равно Е поделить МЦ квадрат. Что это для обычного человека означает? Информация первична материи, то есть энергия уплотняется в два раза скорости света. То есть материя, с которой мы взаимодействуем в нашем мире, это энергия с определенным состоянием. Это состояние определяется заложенной в ней программой. То есть то состояние вашего сознания, в которое вы заложили, вы являетесь определенной формой материи. Это приходит информация, и энергия в соответствии с этой информацией начинает формировать ваши полевые структуры, реализовывать программу. Вот Плыкин в свое время это доказал, он опроверил теорию Эйнштейна, он это доказал. Вы это можете в своей реальной жизни понять. То, что вы программируете свою реальность, то, что излучаете, то и получаете, что вы посеете, то и пожнете. То есть ваша задача привести вашу жизнь по всем факторам. То есть знаете, есть крайности, положительная и отрицательная. В стресс вы не попадете, если. То есть вот этот баланс, это быть в балансе, в гармонии, между золотой серединой. Ну вот по всем формам. Давайте пробежимся быстренько. То есть вера. Понятное дело, может быть формализм и фанатизм. Давайте не будем, это живая вера. Вера в ведание Ра, ведание Света. Когда вы понимаете живо здравомыслие, без фанатизма, никого ни к чему не склоняете, то, конечно же, это лучше всего. Общение. Понятное дело, можно быть очень болтливым или затворничество, закрыться там где-то. Дружелюбные люди. Прекрасная эта середина. Не говоря уже про питание. Можно обжираться, что приводит у нас к, ну, понятное дело, или голодание. Не надо сильно голодать, там до дистропии доходит. Или до обжорства тоже ничего хорошего не приводит. Это умеренность питания. Работа. Можно быть как халатным или трудоволиком. Можно абсолютно использовать правило 20-80, быть мудрым, усердным, честным и спокойно заниматься и приведить отдых. Воспитание. Ну, понятное дело, можно быть вседозволенным родителем или авторитарным. Не нужно быть ни тем, ни другим, нужно быть авторитетом. То есть, примером, при котором регионок или вообще близкое окружение для вас будет равняться. Имущество, понятное дело, можно легко иметь, быть расточительным или очень жадным, зарабатывать, зарабатывать. Вы будьте непосредственно щедрым, в первую очередь, для самих себя и рассчитывать все. То постарайтесь как бы рационально использовать растраты и доходы, и покупки. Не покупайте то, что вам не нужно. Вы перед тем, как что-то покупаете, есть раз подумайте, что у вас потом куча хлама этого не было. Одежда, в том числе, можно как быть и вульгарным, так и старомодным. Не надо быть просто приличным, с достоинством. В том числе и ваше настроение. Вы должны не быть постоянно суперрадостным, потому что вы подумаете непонятно кто вы, или гипердепрессивным. Будьте оптимистом, бодреньким, радостным, в радости, в счастье. Ну и понятное дело, здоровье. То есть, если вы супернагружаете себе, или вы без движения, то что в одном, что в другом случае, это тоже неправильно. То есть, везите здоровый образ жизни. И это вот самая правильная реакция. То есть, ваша задача сейчас проанализировать и развести вашу жизнь на важные срочные события. Важные и несрочные, неважные и срочные, и неважные и несрочные. То есть, если вы какие-то вот сделаете, вот первое, то, что вам надо сделать прямо сейчас. То есть, делайте самое врал, самое такое тяжелое. Потом вы ставите, посвящаете основное время, то есть, такие, ну, как бы полезная, ценная работа, к которой вы приходите. Следующие вещи, вы стараетесь делегировать. Это дела, которые, ну, возможно, они вас не касаются, возможно, это вообще не надо вам выполнять. Выполняйте только то, что нужно для вас. Ну, и понятно, неважные и несрочные, это то, вообще, от чего нужно отказаться. То, что в вашем сознании вам пространство пытается подкинуть через эгрегоры, через всякие средства массовой информации, что вам это надо. Вам это не надо. Не надо копировать просто все и попусту. То есть, старайтесь провести свою жизнь. Вот позиция человека осознательного, она приходит приблизительно на несколько этапов. То есть, первое, это вот мы проходим этап финансов, это когда человек хочет, желает иметь деньги, потом имеет деньги и имеет очень много денег. Когда вы прорабатываете эти установки и прорабатываете эти страхи, фобии, у вас появляется следующее, у вас появляется власть. И у вас есть люди, которые желают иметь власть, имеют власть и имеют очень много власти. Ну, это какого-то уровня, понимаем, да? И вот следующее, когда мы понимаем, что на самом деле у нас есть власть в первую очередь над самим собой, над своей реальностью. У нас появляется желание иметь здоровье, иметь здоровье и иметь очень большое здоровье. И когда мы прошли эти этапы, мы появляем следующее, желать иметь жизнь, иметь жизнь, иметь много формы жизни. То есть, многообразная, интересная жизнь во всех ее проявлениях. Понятное дело, страхи мы получаем на всех формах. А физиологические потребности, то есть, как говорится, наша пирамида Масловых, правильное питание, должно быть воздух, дыхание, половые контакты. То есть, по максимуму, это здоровый образ жизни. Потребность безопасности, физическая и финансовая защищенность, вы ее сами должны создать. Социальные потребности, у вас должна быть дружба, привязанность, любовь, вы должны это реализовать, иначе стрессы будут появляться. Личные потребности, общественное положение, уважение, престиж, если вы должны стать брендом, лицом, куда вы и к чему уйдете. И потребность самореализации, самовыражения. То есть, если этого не будет, конечно же, то, еще раз напомню, то есть, если у вас есть проблема, если у вас есть, можете вы ее решить, если можете решить, поздравляю, у вас нет проблем. А если вы не можете решить эту проблему, тогда не волнуйтесь, успокойтесь и думайте. Хорошо, зачем нам волноваться, если эту проблему решить невозможно. Буддийское решение, оно работает. Поэтому, приблизительно, это выглядит так. То есть, когда мы поставили себе цель на день, или вот у нас текущая ситуация, если мы остановимся и вспоминаем, эта ситуация стрессовая, она поможет мне продвинуться к своей цели? То есть, мы изначально вспоминаем, где мы могли быть, если бы мы не попали в эту ситуацию, или куда мы шли, или какие наши жизненные ценности. Где мы хотим улучшить свои жизни и объясняем сами для себя, что мы достигнем в итоге. Зачем нам фокусироваться на страхе или негативе, если нам надо это сделать, и что мы можем делать в данный момент, чтобы решить эту проблему и продолжить путь к своей цели? Ну, если это какой-то кармический долг, конечно же, его нужно отработать, или какая-то безвыходная ситуация, ну, там кто-то из близких родственников, там, умер, ну, вы же понимаете, что если такая ситуация произошла, это же не просто так. Даже если это какая-то ситуация, автомобильная катастрофа, либо человек, ему видение какое-то было, либо он вел нездоровый образ жизни, или еще что-то такое. Ну, в каждой ситуации можно индивидуально смотреть. То есть, мы работаем с целью, мы делаем какие-то действия, мы делаем анализ, делаем выводы. И таким образом мы в позитиве находимся, мы постоянно стимулируем творчество. То есть, мы говорим, я творческий человек, вы постоянно взаимодействуете, вы учитесь, вы проявляете, вы пытаетесь, вы ищете вдохновение, вы проявляете творчество во всем, вы читаете, смотрите, вносите изменения в свою жизнь, в свой коллектив, в свое окружение, в своих родных и близких. Пытаетесь быть примером, подумайте над своим совершенствованием, своих навыков, своей специализацией, работайте над своей ДНК, генетикой, над своим воспитанием себя и потом детей. Работайте и заводите друзей, вдохновляйте их, подготовьте что-то новое, интересное. Делайте, отвечайте на те вопросы, которые вы сами, допустим, не знали ответа. Правильно вставайте. То есть, у вас должен быть режим, при котором утром вы просыпаетесь, вы занимаетесь практиками, медитациями, физическими упражнениями, духовным наставлением, потом читаете литературу, подготавливаетесь, заряжаете себе положительным образом уже на рабочие процессы, потом в ходе работы вы реализовываетесь, потом проводите анализ, возвращаетесь домой и проводите эффективное время. То есть, человек, который имеет систему ценностей, он изначально здоровый человек, то есть, человек здоровый, это поддерживает экологию среды, он больше двигается, он постоянно делает очистку противопаразитарную, он духовно развивается, он сознаёт, какой он есть и любит окружающий мир, он не попадёт в стрессы. Он использует безопасную бытовую химию, он не засоряет, не зашлаковывает себя, он правильно питается, он в случае заболевания, в том числе, и использует природные средства, ведёт здоровый образ жизни. Это люди, которые имеют классный иммунитет, и они максимально защищаются от электромагнитного излучения. Максимально, по максимуму старайтесь попасть в ситуацию, когда вас ничего не будет ни раздражать, ни переживать. То есть, вы сами себе говорите, то есть, если вы счастливы, да, продолжайте делать это. Если вы не счастливы, то вы хотите быть счастливым? Если говорите, да, измените что-нибудь, и тогда заново вы попадаете в круг. Если вы не хотите быть счастливы, да, продолжайте делать, то же вы делаете, всё равно рано или поздно оно у вас перейдёт к изменениям. То есть, есть такое понятие, когда мы освобождаемся от того, что имеем, и получаем то, в чём нуждаемся. То есть, обычный массовый человек, что он делает? То есть, у него есть сознание, то есть, он уже сформировал свою жизнь. Где-то есть там маленькое сферосознание, ну и подсознание нашей программы висят на нас. То есть, на самом деле, вот таких 80% населения, умственно развитый человек, интеллектуальный человек, которых там 16-18%, человек, у которого очень большое сознание, он уже старается прислушиваться к своему сверхсознанию и подсознанию. А духовно-интуитивный человек, пророк, провидец и тому подобное, там 1-2% которых там бог, ведущий человек, ас, мастер, он работает в сверхсознании, он старается выйти в мир правий, в мир богов, он слушает высшие силы, понимает, что вся энергия, весь опыт идёт сверху. Это структура отношений, уровня сознания разного типа людей. Нам надо стариниться и стараться идти к более высокому, более духовному. То есть, нам нужно понять, в самых 5 последних рекомендаций, которые я хочу дать, чтобы побороть стресс и проработать себя по-максимальному, для того, чтобы достигнуть саморазвития. Проводите свой досуг только с приятными для вас людьми. То есть, отдых, приносящий удовольствие, истинное наслаждение, тогда, когда рядом находятся люди, которые вас развивают и помогут по струбной минуте. Далее, не бойтесь проблем, не встречайте их с поднятой головой, понимаете, ну так хорошо, решим, как-то подумаем. В нашей жизни проблемы будут всегда, никто не живёт в идеальной жизни, это надо запомнить. Поэтому вы должны научиться достойно ходить и выходить с любой ситуации сложившейся. Тогда вспомните о том, что любая жизненная ситуация – это как минимум два пути решения. Ищите альтернативу и имейте анализировать и принимать быстрые, но эффективные решения. Самое главное, чаще напоминайте себе, что каждый ваш шаг, за каждый поступок отвечать будете именно вы. И подобные мысли смогут уберечь вас от, во-первых, некоторых ошибок, а во-вторых, поскольку вы находитесь перед каким-то выбором, обязательно дважды подумайте перед тем, как сделать этот выбор. Ну не говоря уже о том, что всегда будьте собой и гордитесь этим. То есть нынешняя ситуация, вы не задержаете себя, вы неповторимая личность. Какие бы вы ни были, хорошие, плохие, вы уникальны. И не надо, как бы, кто-то вас там оскорбил или не принизил. Он же не знает вас полностью или не воспринимает вас полностью. Он воспринимает вас в призме и грани какой-то жизненной ситуации, которая ему там не понравилась, кому человеку. Все люди разные. У всех разное воспитание, все разные были учителя в школе, в институте, разное окружение, коллективы, поведение. Мы все родились под разными знаками зодиака и разная энергетика в нас. То есть, понятное дело, оцените жизненные уроки, допущенные ошибки. Нет безупречных людей, мы все совершаем ошибки. Разница ли в том, для них вот это самое достойно преодолевает трудности, делают правильные выводы, а другие люди, меньше они опускают руки и говорят, «Да, ну что, жизнь не удалась, все вкладываем, спиваем, как говорится». Запомните, жизненные преграды и мелкие испытания делают нас сильнее. Иногда можно, конечно, рисковать, падать, но всегда помните, что надо подняться, снова пытаться, пытаться, пытаться. Я буду приводить примеров очень много, там, от Томаса Эдисона, который делал лампочки, заканчивая, там, огромным количеством людей, которые делали запретения, строили компьютеры и все остальное. Ну и, понятное дело, слушайте свою интуицию, внутренний голос. Иногда вообще полезно руководствоваться своими чувствами, мыслями, не бойтесь делать, что вам подсказывает ваше сердце. Проявляете оригинальность, креативность, естественно, оно вас приведет. Понятное дело, есть очень много великих, как говорится, таких гуру, которые сейчас и рассказывают о реальности, о программировании реальности. Получайте удовольствие от жизни. То есть это как вот квинтэссенция всего того, всех тех слов и фраз, которые вы можете встречать в интернете на тонком плане или на каком угодно плане. Вы просто должны понять, что когда вы перестаете просто хотеть и будете намерены иметь, то у вас в жизни все получится. Вы находите состояние бытия, а не делания. То есть, конечно, сложность всего уметь ждать. То есть сохранять при этом спокойствие, это очень важно. Имейте выдержку, имейте паузу, наслаждайтесь моментом. Проявлять неудовольствие, ну, конечно, можно ругать кого-то, правительство, госслужащих, футболистов, погоду, коллег. Понятное дело, все вы автоматически транслируете в мир неприятный образ. Вы получаете соответствующую реальность в окружении. Этого не нужно делать. Позвольте себе быть собой. И это самое важное, вы уникальная личность и ваша реальность, вы будете иметь те картинки, которые вы сами хотите видеть. Хотите видеть успешных людей, будут вокруг вас успешные, тогда вам не надо будет ссориться ни с кем. Чудо произойдет только в том случае, если вы сломаете привычный стереотип, которого вы сами себе поставили. Если вам порой кажется, что вы не от мира слёд, ну, вообще, на самом деле, так и есть. Ну, замечательно, будьте уникальны, либо построите что-то уникальное, и ничего такого плохого не надо. Если вы прямо неуклонно будете, понятное дело, раскидываться своими целями, то вы ничего не достигнете. Вы просто делаете. Ваша реальность никуда не денется. Каково у вас шаестество? Только вы сами формулируете реальность, и по вашему инициативе у вас происходят изменения. Если вы ничего делать не будете, ничего не изменится. И чего вам не следует делать однозначно, это разочаровываться в своей жизни. Ну, какой смысл? Ну, у вас там кто-то обидел. Ну, и что? Ну, всё сложили. Вас обидели, и таких ситуаций в жизни у нас в день 144 тысячи мыслей минимум, а то и ты там миллионы. А представьте себе, у вас обижаться на всё это, и потом подсознательно вы будете каждый день 365 дней, умножая там на множество лет, тебе это программировать, оно у вас в подсознании будет разрушать. Зачем? Это не нужно делать. Делайте перепись, поудаляйте эти мысли. То есть элементарно признайте себе, что у вас есть как минимум несколько причин для счастья. У вас, понятное дело, всё в жизни прекрасно. Не надо, чтобы вас кто-то осуждал. Просто примите себя такими, какими есть. Умейте видеть ситуацию со стороны. Не терзайте себя сожалениями. И умейте благодарить пространство людей, события. Умейте благодарить. На будущее даже авансом поблагодарите, потом оно вам вернётся в Сустроице. Берегите чувство новизны. Радуйтесь, старайтесь это состояние сохранить. Умейте над собой посмеяться. Ну блин, смешно. Ёлки-палки. Я вот это... Вы через 10 лет вспомните вообще свою ситуацию по поводу того, чего вы нервничали, переживали. Да это ж смешно. У вас там Ленка или Колька бросил. Да ну, слава богу, я там встретил мужа, жену. А если бы я сейчас Колька или с Петькой, или с кем-то там, или с Наташкой был, то да, не дай бог. Ну вы автоматически понимаете, вы попадаете в ироничную ситуацию. Просто посмеетесь. Тогда это было тяжело. Ой, вас кинули там на деньги. Ну так вы сами себе позволили так делать. Если бы вы были на месте этого человека, вы бы так же поступили или нет? Подумайте от этого. Вот старайтесь жить настоящим. Не надо вот придумывать глупости. Ничего не выйдет. Вы уже куча и так наделали всего. Ваша задача сейчас начните работать над собой. Даже если вы думаете, что у вас не получится, вы просто делаете. Оно само все придет. Никогда не надо переставать учиться. Читайте книги, делайте, работайте над новыми хобби, путешествуйте, учите иностранные языки, работайте над собой. Поверьте мне, оно вам даст. Нужно учиться постоянно. Делайте положительные привычки. Никогда не надо завидовать никому. Ой, у меня вот стресс, а у моего соседа там новая машина. Ну так может надо посмотреть, что он делал. То есть старайтесь делать здоровую конкуренцию, нет ничего плохого. Но однако чаще всего мы перестаем это чувство недовольства и самим образом и зависть по отношению к людям более успешно. Между тем на свете есть только один человек, который вы можете себя сравнивать. Это вы сами. Но в прошлом, если сегодня вы стали хоть чуточку лучше, чем вчера, то вы победитель. Ну поздравляю вас. И впервые нужно завидовать самому себе, что вы стали лучше, а не хуже. Это самое правильное, что вы можете сделать. Ну понятное дело, выбирать нужно окружение с умом. Как я уже говорил в предыдущих интервью в наших эфирах, то есть правило 10, 40, 50, оно всем известно. 10% осознания, 40% мышления, 50% окружения. То есть если даже у вас есть осознание какое-то по поводу правости, неправости, стресса, фобии, вы начните мыслить, и пусть окружение, пространство вас поддержит, поможет. Ну просто если вы будете в том же окружении, вы не сможете бросить пить, курить, или еще какие-то привычки, фобби, страхи, потому что вы уже находитесь, вы до сих пор этого не сделали. Меняйте свое пространство, меняйте реальность, и тогда, конечно же, у вас появляется жизнь проще, она становится. У вас работа будет хобби, вы постоянно будете улыбаться. Если вы будете читать или смотреть новости какие-то, вы автоматически, понятно, дело не будет положительное. Находитесь в тишине, попытайтесь себя послушать вообще. По минимуму, не надо ничего лишнего, минимализм, избавьтесь от всего. Жизненное пространство, беспорядок в доме, вот это все, это причины стресса, тревожности. Скажи мне, посмотрите на рабочее место свое, и вы увидите, то же самое есть в вашем внутреннем мире. То есть старайтесь сделать, и отключайте по вечерам мобильные телефоны, уберите эти технологии, уберите эту электронику, хотя бы вообще оставайтесь на… поедите на природу, ставьте мобильный телефон, эти гаджеты все, побудьте сами с собой. Понятное дело, у вас есть рутина. С одной стороны, конечно же, оно дает ощущение комфорта и стабильности, если вы делаете что-то, но она и топит вас. Каждому человеку просто необходимо изредка менять обстоятельства. Уезжайте, убегайте, займитесь исполнением собственных желаний, а не чем-то распоряжением. Кто-то должен, обязан. У вас тогда придет жизненная сила, но не говоря уже о том, что нужно высыпаться. То есть не сидите за работой допоздна, вы сделаете завтра, не досматривайте допоздна фильмы, посмотрите в другой раз. Установите себе режим сна, то ложитесь пораньше, никогда не нарушайте распорядок. У нас славяне всегда спали с циклами сна по солнцу. Все, в темное время суток все спят, потому что солнечных энергий нет. Солнце стало, даже животные на природе, они поднимаются, потому что они накапливают эту жизненную силу. Поднимайтесь утром с восходом, 4.35 утра, поверьте, вы будете здоровее, сильнее, омолодитесь, у вас и мысли, и знания, и подсознание будет работать лучше. Вы будете проще. Понятное дело, немногие верят в то, что подобным образом можно улучшить жизнь. Скажут, да, но это невозможно. Но на самом деле так и есть. Но постепенно, потихонечку, медленно, начиная с малого, вы сможете сделать и большое. Понятное дело, у вас, конечно же, выработаются личные жизненные истины. То есть вы приобретаете знания, которые они не гарантируют. У каждого есть свой опыт. Самое важное, научиться применять. Любой опыт стрессовый, его нужно применять. Хорошая идея, бездействие, ничто, она приведет во стресс. Возможности нужно не искать. О, я там должен кому-то еще что-то. А создавать, создавайте. Новые рабочие вакансии, новые идеи, новые бизнесы, новые трудитесь. На 10% в нашей жизни влияют неконтролируемые обстоятельства. Но оставшиеся 90%, то, как мы реагируем на эти обстоятельства. Поймите это, то, до что мы не начнем сегодня, мы не можем и не может быть закончено завтра, поэтому никогда не нужно откладывать. Работайте над собой. Конечно, стресс у вас будет, потому что вы повторяете. Если вы начинаете работать, потихоньку, по кирпичику вы построите стену. Дожидаясь идеальных условий, ждать там, вот завтра может там цена на доллар упадет, или там еще что-то произойдет. Никогда такого не будет. Чтобы осуществить свои планы, вы можете остаться ни с чем, если вы не будете работать над собой. Пока вы будете продолжать делать то, что вы делаете, вы будете продолжать получать то, что вы получаете. Не стоит бояться перемен. Понятное дело. Иногда, когда мы в стрессе, ой, а как будет, а получится, а излечусь, а не излечусь, а найду я работу, не найду я работу, а найду я мужчину, не найду я мужчину, женщину, чаще всего случаются именно в этот момент, когда они необходимы. И дисциплина нужна для того, чтобы из того, что мы хотим больше всего, и того, что мы хотим прямо сейчас, мы всегда выбирали первое. И чем тяжелее путь, тем больше успех в жизни нас ждет. Но это нужно понимать, как говорится, взлет, он идет такой. Сложные времена не могут длиться вечно. Но если человек усложняет все сам, это навсегда, это нужно понять. Многие успешные люди переносили множество неудач, прежде чем добиться своего. Но это ничего страшного. Ни один человек не рождается успешным. Он не рождается без проблем. Все мы работаем. Есть много вещей, на которых мы ничего не знаем. И наличие плана с какими-либо недостатками лучше, чем отсутствие плана вообще. Пусть у вас будет мечта, а вы будете к ней идти. Чем вас не будет, у вас просто ваши страхи, стрессы, социум вас съест. Сначала нужно учиться отвечать «да», и это разнообразит вашу жизнь и поможет вам найти цель. Сделав это, вы научитесь отвечать «нет», чтобы полностью сосредоточиться на этой цели и отказаться от всего лишнего. Независимо от того, как вы зарабатываете на жизнь, вы работаете только на одного человека, на себя. Главное — решить, что вы продаете и кому, и как. Это время, это важно. У вас есть свои сильные стороны, и то, что сработало у кого-то другого, может не сработать у вас. И наоборот, вы никогда не станете обладателем хорошей идеи или сгенерировать множество, и у вас куча стрессов из-за этого будет. Но это ничего страшного. Самое главное — быть занятым и продуктивным. Это две разные вещи. Быть счастливым и быть успешным. Это две разные вещи. В каждой ситуации у вас всегда есть выбор. Запомните это. Успех — это не доминирование над другим или доминирование над своим потенциалом. Это очень важно. Жизнь полна возможностей, благодаря которой мы можем стать тем, кем мы хотим. И вы имеете полное право быть счастливыми. Осуществите это право или нет, это зависит только от вас. И, в принципе, это то, что я бы хотел донести. Я думаю, мы в ходе ответов на вопросы ещё что-то документы. Надеюсь, было доступно. Передаю слово. А вот было доступно или нет, наверное, мы узнаем у наших радиослушателей. Друзья, напишите, было ли вам доступно в нашем чате, в чате канала Ютуба. Может быть, там разные доступности. Видео одно, аудио другое. Да, я понимаю. Да, шутки шутками. Давай немножечко мы сделаем, немножечко мы всё-таки остановимся, чуть-чуть переведём дух, послушаем немного музыки, коротенькой музыки из кинофильма «Собака на сене». Есть там такой романс, на мой взгляд, очень мелодичный и хороший. А после этого уже станем разбирать, во-первых, насколько было всё доступно и поймём, какие вопросы и реплики навеяли твои слова у наших радиослушателей и зрителей канала Ютуб. Итак, около двух минут у нас будет коротенькая музыкальная пауза. Народная славянская радио для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова